Медведя, вышившего к людям, отпустили в 150 километрах от Мирного. Взрослое животное вышло на поиски пищи и оказалось в руднике интернациональной. Экологи Алроса организовали спецоперацию по спасению медведя. Доставили в безопасное и сытное место. Специалисты говорят, что медведь перенес транспортировку без проблем и чувствует себя хорошо. В его ошейнике есть GPS-модуль, благодаря которому можно отслеживать перемещение животного. За спецоперацией по спасению медведя следила Мария Урцева. Находясь в ловушке, медведь кажется таким беззащитным. Он действительно боится и устал. Но два дня назад в таком же состоянии находились охранники рудника интернациональной, когда поняли, что хозяин тайги бродит поблизости. Он ходить-то начал с прошлого года, а вот нынче он все изволил туда в гости прийти. Я был на смене утром. Без 28 сработала эта стенка. Но еще, вот и вся предыстория. Медведь совсем недавно вышел из спячки. В поисках пищи он пришел к людям. Здесь и попался. Для проведения операции по его перевозке обратно в тайгу, Алроса пригласила охотоведа-биолога, специалиста по крупным животным из Института биологических проблем Криолитозоны. Честно признаться, обычно в таких случаях происходит, скажем, безусловно, стрел с животным. Берется лицензия, то есть в департаменте Министерства охраны природы. Но руководством компании было принято решение сохранить жизнь животного. Был приглашен специалист, который работает охотоведом, биологом, представителем и сотрудником института. Медведь оказался самцом около 10 лет. Вес приблизительно 150-200 килограмм. Боясь за здоровье Косолапова, укол со снотворным решили ставить после доставки его к промысловым дорогам. Непосредственно специалистам была проведена оценка его текущего состояния, нервное возбуждение. То есть за вторые сутки он находится непосредственно в клетке. Поэтому сейчас ставить усыпляющее, которое провоцировало бы, например, выплес адреналина и так далее, было бы неэффективно. Вот и подходит к концу спецоперация Алроса по спасению Косолапова. Под присмотром специалиста охраны природы медведя погрузили в машину. И скоро он нахажется у себя дома, в тайге, вдалеке от города. Новое место жительства медведю выбирали тщательно, с богатой пищевой базой, чтобы зверю жилось хорошо, и он не захотел вернуться обратно.